Из четырех выпущенных по Одессе калибров только одна ракета достигла своей цели и попала в продуктовый склад. Очередной теракт со стороны России забрал жизни трех работников крупной продуктовой сети. Никаких признаков военной продукции или чего-то, связанного с военным сектором, ни один объект из поврежденных сегодня не имеет. Еще три ракеты были сбиты над Одессой силой противовоздушной обороны. Взрывной волной было частично разрушено 21 здание, среди которых университет, бизнес-центр, продовольственный магазин и небольшой храм. Мы видим, что сегодня символически взрывная волна уничтожила маленький храм, возведенный в честь князя Владимира, который крестил Русь. Они очень спекулируют на этой исторической теме и считают, что именно они наследники Руси. Но мы видим, что разрушая такой храм, они разрушают все и доказывают, что они не наследники Руси. Ракетный удар Россия нанесла около двух часов ночи, когда город спал. Если бы удар был нанесен днем, жертв могло бы быть значительно больше. Кроме повреждения социальной инфраструктуры, ударной волной также были выбиты окна в одном из жилых домов. Все разбито, все было, как эта дорога, все было забито стеклом. Вон мое окно, все выбито, дверь входная тоже, все выбито. Шесть жильцов пострадавшего дома были госпитализированы с ранениями разной степени. Большинство добраться к укрытиям не успели, так как взрывы раздались сразу после объявления сигнала тревоги. Сначала надеялись, что все, как в новостях, взрыв на промышленном объекте. А потом нет, это то место, возле которого мы живем. В нашем доме нет стекол, в политехнике тоже нет стекол. Тут был любимый музей науки, в который ходил мой сын. Но теперь его нет. Сегодняшняя атака на Одессу уже вторая за неделю. В ночь с пятницы на субботу российские оккупационные войска попали ударными дронами в жилой дом, забрав жизни трех горожан. Богдан Максвец, Никита Побенко для телеканала Freedom.